В эфире В вечерний Витебск, с вами Артур Смоляков и Иван Павюченко. Мы поздравляем с Днем Матери всех, кого называют этим прекрасным словом. И сегодня наша передача посвящена этому замечательному празднику. Сегодня мы к нам в нашу студию пригласили мам со своими многодетными семьями и женщин, которые стали обладателями прекрасной награды Ордена Матери. Давайте знакомиться с гостями. У нас в студии Валентина Владимировна и Владимир Михайлович Вяловой, которые воспитывают даже 12 детей. Расскажите, как справляетесь? Ну, я так предполагаю, что приходится нелегко, наверное, с таким количеством детей. Нормально, как-то справляемся, успеваем все. Единственное, у нас еще была няня, когда двойняшки родились, у нас няня приходила на 4 часа. Первое время сколько? Старшие детки помогают. Потом уже надобность няни отпала, потому что у нас дети стали ходить как бы кружки, и что старшие были кто-то с дома помогали, поэтому с няней как-то распрощались уже. А так замечательная была няня, помощь была большая. Знаете, когда вот сейчас в студию заходили наши коллеги, так по очереди вы уже находились здесь, каждый заходил, были такие возгласы, такое восхищение. Вообще, в какой момент стало понятно, что деток будет много? Что деток будет много, что вы готовы к этому, что вы хотите этого? Ну, изначально мы хотели, чтобы было две дочки, два сына. Это когда сразу только познакомились? Да, да, да. Планировали. Планировали. Старшая дочка родилась, Татьяна, потом Богдан, 2001-2003 год. То есть они уже сейчас совсем большие? И Татьяне, 21-й год, Богдану, 19-й. Вот, потом перерыв был, в 2008-м родилась Вероника. Вероника у нас сегодня здесь, да? Да, в 2009-м родилась Элеонора. Уже получилось как-то три дочки, один сын, но девчонки выигрывают, получились. Решили уравнять немножко ситуацию. Решили уравнять, но... Ну, а потом как-то так, с самого. А как вы вообще познакомились и, ну, вопрос, сами выросли в многодетных семьях или нет? Ну, я выросла, у меня у моей мамы нас трое. У меня отец рано умер, мне было 8 лет, поэтому мама нас воспитывала одна, но у нас было трое. Но у меня у бабушки, у нее семеро детей. У Владимира, у вас? У меня нет, у меня не многодетная семья. В семье были только я и старшая сестра. Но в силу обстоятельств, это был 78-й год, когда родители развелись, мама меня забрала на север, к своим родным. И на севере, при обстоятельствах, я попал в детский дом. Оттуда уже отец сюда забирал через два года. Ну, вот, будучи в детском доме, я понял, что семья – это святое. Ну, и деток должно быть, не меньше 4-5. Валентина Владимировна, вы со своими родственниками как-то сейчас поддерживаете отношения, общаетесь? Конечно. Как они вообще, ну, приезжают, может быть, к вам в гости? Ну, у меня в Питере вот две сестры, двоюродные. Они тоже, глядя, вот только у нас, у них хоть у одной четверо, у другой трое. То есть вы послужили таким примером, да? У старшей моей сестры, да, у нее тоже трое. Только что у брата, у него, получается, двое сыновей. А как родственники относятся к тому, что вы можете позвонить и попросить посидеть с детьми, пока вы сами выберетесь куда-нибудь? Нет, мы не звоним никому посидеть с детьми, потому что как-то у всех своих, и мы не просто никого напрягать, как будто, знаете, что вот… Справляемся сами. Справляемся сами. Поэтому справляемся в большинстве сами, там, ну, старшие дети помогают. Ну, старшие подросли, вот вы сказали, что у вас… Ну, старших у нас нет сейчас в студии, еще раз, да, надо пояснить. Да, надо, наверное, еще раз сказать. Потому что, может, кто-то ищет глазами, кто из них. 19, да, и получается 21, да? Ну, они сейчас живут с вами по-прежнему, да? Нет, они живут отдельно. Татьяна живет отдельно, работает и учится одновременно заочно. Ну, Богдан пока вот второй курс МЧС в Полоцке. Он в Полоцке живет. Получается, старшему 21, а младший сегодня у нас в студии. Да, сейчас мама должна… Смотрите, как быстро решается вопрос, да. Ну, что удивительно, до того, как началась запись, мы все отмечали, что дети удивительно спокойные. То есть ведут себя очень-очень… Ну, сейчас, понятно, включились там камеры, свет, огоньки какие-то. Что-то все отвлекает. Они немножко как-то привыкнут до капустановки. Они не боятся. Все хорошо, да. А сколько самому младшему, который у нас в студии сегодня? Три месяца, четвертый месяц. Четвертый месяц. Скажите, с кем больше проблем? Вот со старшими или все-таки вот с младшими, безумно? Вы знаете, больше проблем, наверное, с теми, которые уже подросли больше года. Вот они начинают пизде и все-то. А с младшими, ну что с ними? Проблем никаких нет. Поел, поспал, погулял немножко, опять поспал. А вот у нас двойняшки Леша и Миша. Вот они все. Леша и Миша, поднимите руки. Вот. Ага, все. Вот Леша и Миша. Вот Лешка, вот Мишка. Вот они очень любознательные. Они по квартире разбегаются в разные стороны. Но они и сейчас, мы видим, что сидят на месте и не хотят. Очень интересно все это. Хороший, да, подходитесь. А давайте мы представим вот всех детей, которые у нас здесь есть. Лешу и Мишу, как мы познакомились, самый маленький тоже. Ну, давайте там с девочки начнем. Кого как зовут? Расскажите вам. Возьми микрофон, микрофон, скажите. А, да, вот есть микрофон. Сняйте, говори микрофон. Скажи, как тебя зовут, да, и можешь передавать. Ну ладно, тогда родители. Все, уже снялось. Все, родители, представляйте. Как тебя зовут? Мама, вот и Владик. Владик. Вот, Владик, а теперь мы тоже знаем. Девочка справа от него, это Элеонора. Меня зовут Саша. Саша, Александр. Вероника. Это Лешка. Да, Лешка, значит, микрофон. Это Лешка. Меня зовут Василина. Так, Василина. Меня зовут Костя. Костя. Меня зовут Егор. Костя, Егор у нас самый спокойный, да, мы видим. Да. Ой, это, может, только пока. А когда имена выбирали детям, я тут понимаю, больших каких-то споров не было, потому что, ну, давай, в этот раз ты предлагаешь имя в следующий раз. Да, 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 в следующий раз я. Да? Ну, и как-то. Ну, то есть были какие-то, не знаю, принципы, то есть, ну, может быть, кого-то назвали в честь родственника какого-то или все имена, ну, просто решили так называть все. Ну, мы смотрели, какие подходят имена в день рождения именно, когда родился. Но изначально планировали, как вот назовем, и смотрели, в принципе, практически таких вот сильных изменений не было. У вас день рождения каждый месяц в семье? Нет. Какой месяц у вас, когда можно передохнуть? У нас есть месяц, это июль. Так. Это сентябрь. Это когда нет? Это когда нет неравидения. Нет, в сентябре вам надо всех отправить в школу. Северан, морда, все остальное. Слушайте, расскажите, как вообще проходит ваш день? Ну, мы понимаем, что с таким количеством детей он очень сильно, наверное, отличается от будней тех родителей, у кого там один или двое детей, да. Ну, какие у кого обязанности, может быть, все, я так понимаю, в такой многодетной семье должно быть, ну, скажем так, по графику распланировано, по минутам, иначе, ну, просто что-то не успеете или не справитесь, да. Вот как у вас это происходит, расскажите. Встали, попили чай все, потом кто разбидаются, кто на первую смену в школу, кто у кого какие кружки, все разошлись. А все остались дома, у них в 9 часов завтрак, они знают, ну, как в выходной день у всех в 9 часов завтрак. Потом к 12 часам кто-то приходит со школы, кто-то с кружков приходит, у нас в 12 часов обед. Все сели пообедали, у кого дневной сон, кто уходит на вторую смену, все разбредаются опять. А вечером опять все собираются. К ужину. Ну, у нас еще подник, после того, как проснулись, это в 3 часа, они в 12 до 3 у нас все спят, кто дома остается, вот именно кто до третьего класса. У вас, как у родителей, вот есть время на какие-то определенные дела по дому, то есть, ну, вот то время, которое, ну, дети знают, что вас не трогать, да, вы занимаетесь чем-то очень важным. Ну, это необычно, я так вот занимаюсь таким, как закатки и все остальное, либо ночью, либо в час их сна, потому что иначе с баночкой они тоже любят поиграть, да. Почему мама одна играет? Они не дадут тогда ничего закатать или варенье сварить. Владимир Михайлович, ну, у жены, понятно, закатки, какие-то дела по дому, у вас, может быть, какие-то дела, которые... Ну, я утром ухожу на работу и приезжаю уже вечером. А с чем связана ваша работа, если не секрет, в какой сфере трудитесь? Ну, я творительский собственный софт-плотник, и еще помогаю людям по строительству. Ну, то есть у вас работа отнимает, в общем-то, много времени. Много времени, это совершенно верно. Но выходные всегда с детками стараешься уделить им внимание, потому что в будние дни они мало видят папу, а выходные стараются побыть с ними. Получается, пока дети мало видят папу, с ними все время Мама дома находится, вот даже сейчас не может оставить самого маленького члена семьи для того, чтобы с нами пообщаться. Как мама все успевает? Ну, вот просто это какой-то секрет, что-то для меня вот непостижимое. Ну, я же не одна, мне помогают еще вон сколько старших девчонок и поесть и готовиться. Разделение обязанностей есть какое-то? Ну, да. Кто-то лучше готовит, кто-то лучше убирает. Ну, у нас собака еще дома. О, боже мой. Да, японская кита, поэтому девчонки старше с ней гуляют. Они по очереди гуляют. Да, я про него помню и понимаю. Как это в фильмах Апика. Кошка у нас еще дома. Из-за кошки надо убрать, чтобы миска у нее была полная одной и второй. Поэтому все все знают свои обязанности. Девчонки вот смотрят за этим. Ну, а вот девчонки помогают готовить, может быть, что-то умеют. Давайте, может быть, им дадим слово. Одни стали что-то говорить, а одни они боятся еще что-то сделать. Ну, что, Вероники, да? Давайте, Вероника с нами поделится своими, может быть, расскажет про свои обязанности. Что ты делаешь по дому? Если у тебя братья сейчас не заберут микрофон, я подержу. Наводим уборку вместе с Элей. Я пылесос, а она моет. Либо по очереди вот так. Сначала я пылесос, а она моет. А на следующий день она пылесосит, а я мою. Это вы сами так между собой договариваетесь, кто что будет делать? Или мама вам четко говорит? Нет, это мы сами с собой договариваемся. А маме, может быть, готовить помогаете? Что-то уже умеете готовить? Мы с этим будем взять салаты, бутерброды, сами. А так, мам, можно суп приготовить, картошку, рис, гречку. Ну, хорошо, суп, гречку, картошку. Но речь идет не о кастрюльке еды. Все-таки нужно приготовить на всех. На всю семью, да. Я правильно понимаю, что у вас, наверное, какие-то особые кастрюли дома? Не особые. Большие. Большие, но не настолько. Давайте дадим слово. Вот у нас хочет высказаться Егор, да, если не ошибаюсь. Егор, расскажи. У нас мужчины, маленькие кастрюли, у нас дети бывают. Что бывает? У нас бывают такие кастрюли. Мам, у меня есть кастрюли. Которые на гусятнице. Гусятница. В общем, голодным никто не остается, да. В таких кастрюлях можно приготовить. Что самое вкусное готовит мама? Печенье, торт. Маме все вкусно. Мама все вкусно готовит. Хорошо, молодец, правильно ответил. Правильно ответил. Ну, а все-таки, вот, Вероника сказала, печенье, торты, да. У меня больше всего нравится тоже. Не сладкого. Готовят только там. Вот сестра твоя Василина, да, если не ошибаюсь? Мне нравятся мамин салаты. Они очень вкусные. А какие салаты? Из чего они состоят? Салат олевье состоит из гороха, колбасы, огурцов, помидоров. Почти, почти правильно. Там, одного ингредиента. Хорошо, скажите. Слушайте, а вы живете в частном доме, да? Или в квартире? Нет, у нас квартира. У нас четыре квартиры, если быть точным. Вместе соединены? Нет, нет, нет. Мы живем в одной, а три из Белева. Одна у нас большая, трехкомнатная, 90 квадратов. И это на фрунзе. И три квартиры из Белева. А как вы ими всеми пользуетесь? То есть одновременно детей много, но все-таки в одной квартире, наверное, как-то... Ну, вот, сын же старше подрастает. Он уже одну себе занял. Одна у дочки старше. Одна у дочки. И одна пустая. Ну как, там больше склад вещей. А вы помещаетесь только... Ну и вы все вместе... И летние вещи, они в шкафах не вмещают. Приходится на лето зимние завозить туда, а на... Вот так. А на лето, наоборот, нужно забирать. Да. А вы, получается, помещаетесь той, которая 90 метров, да, квартира? Да, 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 на фрунзе. Ну вот... У нас там и школа рядом очень, получается. А все дети в одну школу ходят? Да. И в один садик. Тише. Учителя, воспитатели, они как-то не путают, не знаю? Воспитателя нет, учителя, говорят сейчас. Учителя. Девчонок, вот Веронику и Элю, они часто... На Элю говорят Вероника, на Веронику говорят Элю. Мне кажется, что они не очень похожи. Ну вот да, они путают, да. Тебе на что у них предмет... Некоторые предметы ведут одни и те же учителя, и то они туда, получается, что путают иногда. Скажите, на какие-то кружки, секции куда-то они вообще в свободное время ходят? Ну вот Эля у нас, она ходит на танцы, и еще цветовод-дизайнеры. Цветовод-дизайнер? Да. Эля, а что тебе больше нравится, танцевать или заниматься дизайном цветов? А если ты не скажешь микрофон, тебя никто не услышит? И то, и другое. И то, и другое. Ну хорошо, а какой танец у тебя любимый? Микрофон только скажи, пожалуйста. Ну, мы пока ничего не танцевали, мы только учили. Только разучиваете движения, да? Да. Спортом, может быть, кто-то занимается. Вот мы видим, что Егор хочет очень сильно похвастаться тем, чем он занимается. Егор, расскажи, какие у тебя любимые занятия, куда ходишь? Я хожу на секцию на борьбу, береговинскую. Всех еще годопытные соревнования. Весной. Как учишься в школе, расскажи. Ты самый лучший ученик, если сравнивать с твоими сестрами и братьями? Нет, у нас... Если смотреть, то у нас все одинаковые. Ну, все хорошо учатся? Валентина Владимировна, ну вот, мамы часто говорят о том, что тяжело только с первым ребенком. Бывает как-то со вторым уже полегче. Ну, подрастает, скажем так, старшее поколение, которое может помочь где-то и в быту. И вы сегодня нам тоже подтверждали вот это. Мне кажется, что тяжело и с первым, и со вторым, и с третьим, и с двенадцатым. Вот что вы можете сказать? Ну, нам было тяжело с первыми двумя, потому что они между собой ругались, как-то у них была дележка папа-мама, мой папа, нет, моя мама, и как-то вот у них было. А потом, когда вот родился третий, ребенок стало намного проще. Ну, сейчас конкуренция пропала? Да, и они играют то, что вместе. Если когда был один ребенок, было сложно, потому что она везде за тобой, даже спеть что-то или что-то закатать было сложно. Потому что ты посмотришь за ней и смотришь за тем, что бы сделать. А когда их уже стало больше, они вместе играют, им уже мама не нужна так играться. Нет, они приходят. Вот Костя, он со мной на кухне все время практически. Я готовлю, и он здесь со мной. Что-то разбиваю, и он миксер держит. Ну, как-то вот... Помогает немножко. Да. Слушайте, а вот идеальный выходной для вас. Я все равно понимаю, что вы находитесь дома, но это огромная работа и огромный труд. И вы приходите с работы, и тоже у вас начинается дома все-таки определенный труд. Как-то вы отдыхаете, я не знаю, в субботу, в воскресенье, вот идеальный день. Это что? Это вот в девять все позавтракали, мы помним. Дальше. Может быть, какое любимое развлечение у всех? Идеальное – это когда днем с детьми можешь поспать. Ну, с двенадцати до трех, в принципе, спят младшие. Ну, и старшие тоже не отказываются. Старшие могут там посмотреть телевизор, а ты в это время можешь кеморнуть. Вот ребята хотят высказаться, да, на тему любимого развлечения. Выходные, может быть, да, что нравится делать больше всего? У меня по выходным, это в субботу, у меня еще тренировка проходит. Смотри. Тренировки? У меня тренировки вторник, четверг, суббота. Ну, а если вот говорить о том, что вы делаете все вместе, вот, с твоими братьями? Где, может быть, куда-то, куда-то уходите? Играемся. С папой иногда, когда папа есть время. Когда папа не спит после работы, да? Да, у нас есть время, потому что мы ходим погуляем. Дай-ка сестре свой микрофон, может, она нам что-то расскажет. Мы вместе играемся в конструктор. Владик, Костик обожаю там из него что-то делать. Всякие там фотоаппараты. А вы дружите между собой? Да, дружим. Ну, вот все вместе, да, играете как-то? Нет у вас таких, ну, скажем так, кто-то общается больше с одним братом, кто-то с другим. Все вместе, да? Да, вместе все играем и различаемся. А вы скажите, вы вообще вот сторонники какого-то такого свободного воспитания? То есть детям, в принципе, позволительно все, за исключением определенных запретов? Либо у вас наоборот, при таком количестве нужно четко каждого... Все позволяет, я думаю, нельзя. Вседозволенность не должна быть. Но они свои обязанности тоже знают. Ну, они же не будут играть в футбол, скажем так, в зале, чтобы тот же самый плазменный телевизор разбить. Ну, это они прекрасно сами поднимают. И... А играть удобно? 12 человек, команда 6 на 6. У нас, да, у нас зал большой, 5 на 6, 30 квадратных метров. Они там, конечно, разгуляю, устраивают. Послушайте, ну, у вас такая большая семья, государство, наверное, должно помогать как-то, чтобы, ну, облегчить вашу жизнь. Вот есть какая-то помощь, ощущаете? Ну, вот помощь была в квартирах. Так, ну, опять же, это... Няня бесплатная. Няня, вот на двойняшек давали няню. Ну, как давали, приходила женщина, помогала, молодец, умница. Вот. Плюс 50% садик как многодетный. Ну, как, в принципе, все многодетные оплачиваешь. В школе бесплатное питание. 50% бесплатное питание в школе. Это да. Но остальные кружки, которые они ходят, да, вот платные, ты там плачешь, потому что это кружки, как бы, такие. Поэтому там оплачиваются они целиком. Но все равно это уже намного легче. Многие говорят о том, что вот работа матери, это, наверное, самая тяжелая и сложная работа, если сравнивать, ну, со всеми остальными, наверное, профессиями, работами, да. Вот Орден Матери, который вам вручили относительно недавно, насколько, ну, приятно было его получить, да, и насколько это, ну, скажем так, оценка вот той работы, которую вы выполняете каждый день. Ну, я даже не знаю. Но приятно было очень получить. А когда вы его получили? В 16-м году. А в 16-м году это сколько у вас детей тогда было? Это у нас, ну, Владиком были беременные. Вон тот. Так, Владик, а, это вот. Рыженький Владислав. Владик у нас, получается, восьмой был? Да. Да. А сейчас этот Орден, он, не знаю, там дома, на видном месте, все дети, да? Да, он видит. Он всегда висит на полке там. Вот. И? Ну, он как объяснить? Ну, почетное место. Ну, государство, я так понимаю, не забывает о вас? То есть, ну, каждый год, наверное, принимают вас, я знаю, в торжественной обстановке, да? Вот в преддверии Дня Матери. На елку, на елку всегда приглашают деток наших, вот. И они с удовольствием туда ходят. Пять минут. Городская елка, областная, иногда в Минск ездили от школы. А, слушайте, вот, например, ну, тот же Новый год, да? Дети же все пишут письма Деду Морозу. Они пишут. Они пишут, они получают разные подарки или чтобы не было обидно? Нет, как правило, то, что они просят в письмах. То, что они просят. Ну, отправляем-то мы Деду Морозу. Ну, да, Дед Мороз он получает. Ну, чем можете похвастаться? К вам же каждый год Дед Мороз приходит. Что вам приносил Дед Мороз? Лично приходит. Что в последний раз получили? Лично приходит Дед Мороз. Вспоминайте свои подарки. Какие подарки? Егор, что ты получил? В последний раз получил это, мы получали. Один раз было такое, что мы получили. Тиндер, потом было. В последний раз это было то, что я получил. Если раз, ну, то это был Бакуган. Это что такое? Бакуган такой игрушкой шарик трансформируется в какого-нибудь интересного такого мифического животного. Ну, ты получил то, что хотел? Да. Удивительно, что Дед Мороз знает, что такое бакуган. Ну, это здорово. А что ты? Так, расскажи нам, что получил. В принципе, понятно. Ну, это примерно то же самое. Да, для нас это звучит так. Что тебе дарили? Я получила свою куклу, которую я мечтала. Ну, здорово. Каждый, наверное, получил то, что хотел. Это замечательно. Наверное, нам нужно задавать последний вопрос уже, потому что мы видим, что дети немножко подустали, да, и отпустить наших многодетных родителей. Вот у меня вопрос, Валентине Владимировне. Может быть, какой совет вы хотели бы дать сегодня девушкам, да, которые планируют тоже стать мамами? Ну, вот по какой-то причине не решаются на такой серьезный шаг? Ну, самое главное, наверное, это чтобы не боялись. И были уверены в том, что все равно малыш – это всегда счастье, всегда радость. И как бы не было тяжело, оказалось бы, что-то происходит не так. Но они улыбнутся уже. И ты знаешь, что ты кому-то нужен, всегда кому-то нужен. И уже ты один будешь никогда. Ну, и скажите, пожалуйста, главный вопрос, который, я уверен, мучает всех телезрителей. Вот 12 детей – это предел? Это вопрос все. Это у всех вопросов. Да, многие у нас спрашивают. Мы обычно говорим. Ну, как Бог даст. Вот. Ну, вы, в принципе, готовы, да? Мы не против. Ну что ж, Валентина Владимировна, поздравляем вас с Днем Матери. Желаем, конечно же, здоровья, да, чтобы дети приносили только радость и улыбки. Спасибо за то, что пришли к нам сегодня в гости. Прямо сейчас посмотрим рубрику «Стракаты и патерки» и вернемся в студию. Привитание, сабры. Некоторые пахи и агуки, які мы отшували и чули у дзятинствы, застаются с нами на всю життё, и вы их дни с якими іншими не пераблытыете. И коли чуешь и отшуваешь их, быцем знов становишься маленьким и бесклопотным, и гэта завжды выкликая приемные успамины и усмешку. Для меня одним из таких гукав было цурчание молока у ведро, калю далили короли. Так и казали, молоко цурчыць. Цурчаць – это утвараць гуки бульканни пераливання, а цурок – это невяликий струменчик воды цей іншей баткастей. Калю, наприклад, займайся тяжкой физичной працей, то гэта завжды супроводжаецца выделением пота, и тады пот льется цурком. Вядома, што цурчаць можа не тольки молоко цепот, а лейшы и крыница, и ручаина, и вот гэта цурчання воды невярагодна супакойвае. Супакою вам сябры и доброго настрою. До зустречи. Всего доброго. В эфире «Вечерний Витебск». Сегодня наша передача посвящена Дню Матери. У нас в студии Наталья Валерьевна и Владислав Анатольевич Дубневы, а также Екатерина Егоровна Могучий. Две разных семьи, и каждая из них воспитывает по пять детей. Мы поздравляем Наталью и Екатерину с Днем Матери, и ваши семьи, как обычно, отмечают этот праздник. Расскажите, вот есть ли, может быть, какие-то традиции в День Матери? Традиции есть у нас отмечать каждый праздник семьей. У нас всегда сладкий стол, у нас всегда... Мы собираемся за большим столом, в зале, у нас всегда в торжественной обстановке, можно так сказать, проходят такие праздники. Дети поздравляют? Дети поздравляют, да. Они заранее готовят и открытки, что-то от себя. В двое старших уже получают стипендии. А сколько старшим? Старшему 19 будет вот в декабре, и второму будет 16. А самому маленькому? Самому маленькому три года. А после вручения награды и ордена что-то изменилось в плане поздравлений? Теперь это больше, не знаю, помпезности какой-то или... Возможно, да, да, возможно, да, потому что вручали орден в такой торжественной остановке, да, был концерт, вот, на котором все мои дети тоже присутствовали, да, они даже как-то больше... Кричали, мама, мама, или вы там не слышали... Не слышала. Со сцены, хорошо, волнение. Наталья Валерьевна, как ваша семья отмечает День матери, есть ли такая традиция у вас в семье? Ну, у нас все так как-то скромно. У нас, во-первых, старшие дети, ну, они в Минске, одна работает там уже, девочка вторая учится в колледже в медицинском, поэтому... Ну, двое, а еще двое, ну, я так понимаю, что... Ну, представьте самого юного участника нашей программы. Самая юная Светлана. Светлана что-то уже понимает в плане того, что вот, надо поздравить маму 14-го. Ну, нет, еще больше маленьких, ну, так мы подбегаем, конечно, ластимся, но мы без повода ластимся. Мы у наших предыдущих гостей спрашивали, и считаю, что и вас тоже можно спросить, в какой момент стало понятно, что вы готовы стать многодетной семьей, что у вас будет не один, не два ребенка, но... Я знала это с самого начала. Я хотела много детей, всегда считала, что в семье должно быть много детей. А супруг? Супруг тоже. Тоже? Да. Без супруга это было бы, конечно, невозможно. Муж очень прекрасный у меня, да. То есть вы познакомились, да, и как-то этот вопрос уже... Ну, сразу начали обсуждать, что возможно, да, в будущем будет много детей. Да, 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 это обсуждалось. Муж тоже хотел, конечно. Хорошо, хорошо. Как было у семьи Дубневых, давайте спросим. Ну, во-первых, у мужа, у него же тоже, как бы, получается, родители тоже многодетные. Тоже многодетные. Сколько у вас было? Трое. Трое. Да, два сына и... У мамы два сына и дочка младшая. Она хотела дочку всегда. Ну, да, как бы обсуждалось, планировалось. Мы тоже хотели. То есть знали, что ни один, ни два будет. Но не думали, что пять. Честно скажу. А после какого ребенка, вот, тоже уже спрашивали, стало легче? Ну, то есть легче... Если стало. Если стало. Ну, честно говоря, у нас просто разбежка между детьми большая и... Старше, получается, два совсем старше. Они друг за другом смотрели, поэтому, ну, сильно сложно не было. Вот последний, конечно, разбежка два года, это ощущается. Когда они совсем маленькие и друг друга хотят переспорить, это сложно. А когда они все-таки друг другу помогают, где-то решают, друг за другом смотрят, это проще, это легче. Хорошо. Екатерина Егоровна, как у вас? Ну, вот стало проще с вами? Мне стало проще с рождением третьего ребенка. Во-первых, это была девочка, два старших мальчика. Девочка была очень долгожданной. С ней было проще. Во-первых, уже опыт. Во-вторых, мальчики между собой, старшие, очень дружны были. И они мне помогали в плане игр, ее могли тоже занять. И у нас разбежка между двумя старшими мальчиками три года. Один второго возрождения, второй пятого, ну, а девочка десятого. То есть они уже были подрощены немного, и они между собой хорошо играли, и могли занять ее. В этом была помощь, и в этом мне было легче. Второй, ну, это опыт. Уже приходит опыт с рождения третьего ребенка. Уже все знаешь, все делаешь на автомате. Вы им распланировали, не знаю, весь день, чтобы они, там, после школы, сразу на какие-то кружки, на какие-то занятия, чтобы, ну, и вы как-то могли отдыхать. Или все время вы вот заняты их воспитанием? В основном я, но я работаю, в декретном работала тоже, всегда бралась за подработки. Но они помогали. Конечно, когда они в школе и приходят, они делают уроки, они учились неплохо. Заняты все были в спортивных кружках, да. Но по вечерам, по вечерам, у меня наступало облегчение, так сказать, от домашних дел, когда мальчики могли с ней это играть. А у вас как тоже в семье был всегда распланирован для... Ну, понятно, они по очереди взрослели, вы уже это сказали, но вы им четко план на день составляли, или так они свободны вообще себя чувствуют? План, конечно, был, однозначно. И всегда были кружки какие-то, потому что без спорта... То есть мы никогда не заставляли, что будешь ходить именно сюда. Нет. То есть попробуй здесь, попробуй здесь, где тебе понравится, тогда будешь ходить. Такого как бы не было. А так план, конечно, обязательно есть. Если он без плана, это уже как бы не так. Это на самом деле правильный подход, потому что вот у меня в семье, например, было немножко по-другому. Родители решали, куда отправить. У мамы была нереализованная мечта, она мечтала стать танцовщицей. И я вот тоже посещал кружок танца, да, до, наверное, осознанного возраста, когда я понял, что вот, ну, все-таки мне спорт ближе, да, здорово, когда у детей есть выбор. Я вот о чем хотел сказать. Расскажите, пожалуйста, как выбирали имена детям? От чего отталкивались? Может быть, кого-то назвали в честь деда или бабушки, либо, ну, какие-то другие критерии? Ну, просто вот смотрела на ребенка и выбирала. И видели, что это Света, да? Да, вот это светлое, светлячок свет. Да, имена у нас никогда не совпадали, ну, как бы, вот, видите, я что-то свое предлагал, Наталья свое. Но в итоге назвали, как Наталья, да, по-другому никак. Ну, во-первых, у нас еще отчество очень длинное, поэтому имена немножко покороче. А как остальных детей зовут? Ирина, Янина, Екатерина, если полная, вот Юлия и Светлана. Все девочки у вас. Да, все против, все. Я сейчас прошу, папа ждет мальчика еще? Надеется? Риторический вопрос такой, честно говоря. Ну, наверное, уже надоели с этим вопросом. Ну, вы сказали, ваша мама ждала девочку, вы сказали, да? Да, мама, да. А вы, я так понимаю, теперь... Реализовали. Вы маминку мечту реализовали, что с вашей? Нет, теперь я, наверное, буду ждать лучше внука. Уже как-то, да. Ну, один мужчина и шесть женщин в семье. Очень сложно. Зато как приятно на 23 февраля. Ну... А зато как сложно на 8 марта. За то, что мы всегда говорили о том, что папы, ну, больше любят дочек, наверное, да. Это понятно, что он в них души не чает, это понятно. Индивидуально. Хорошо, Екатерина Егоровна, у вас что с именами было? Как называли и... Имена приходили как-то сами во время беременности. Хотелось... Начинало нравиться какое-то определенное имя, и хотелось назвать именно этим именем. И так было каждым. А не было такого, чтобы смотрели, скажем, какой-то сериал, да? Нет, нет. Нет, мы ориентировались еще на церковный календарь, потом Кристины вот... Планировали именно на тот день, когда именина этого святого... Отмечаются в церковном календаре, да, вот. Ну, и, конечно, это обсуждалось с мужем. Если было два варианта имени, как последняя, вот, младшая девочка, мы у нас, мы думали, выбирали между Анной и Любой. Но решили все-таки назвать Анной, потому что муж, выбор за мужем. Вот, ну, а в основном, конечно, я предлагаю, потому что... Вы генератор идеи, а он уже ставит финальную точку на этом вопросе. Ну, получается, Анна, да, одно имя мы знаем, еще четыре назовите. Михаил, Григорий, Тихон, София и Анна. Хорошо, скажите, вы в гороскопы знаки зодиака, может быть, верите? Вот, ну, схожи ли как-то вот, ну, какие-то характеристики, да, которые присущи определенным знаком, ну, может быть, с характером ваших детей? Мы нет. Не верите, да? На гороскопах, да. Честно говоря, тоже. Вы не придаете этому особое значение. У каждого что-то есть, но нет. Но вообще, ну, вот, например, у вас в семье все дети разные, разные по характеру? Или они похожи, легко находят общий язык? Вот, ну, даже сейчас, понятно, что разница в возрасте. Они похожи, и отношения друг к другу у них... Проходим, вот старшая Ирина, она больше к Катерине. Яна ближе именно к Юле. Ну, Светлана пока тут... Вот у них вот... Слана общая любимаяся. Да, да, да. Невозможно не любить. Екатерина Егоровна, вот мы знаем, что вокруг вас много детей не только дома, но и на работе. Вы работаете еще детским педиатром. Медсестрой детской педиатрой. Не устаете от того, что все-таки дети, ну, рядом 24 на 7? Нет, не устаю. Не устаю. Это моя атмосфера, моя стихия, я люблю это. Ну, хорошо, ну, как-то же вы отдыхаете от всего этого, куда-то, не знаю, выбираетесь, какую-то культурную программу устраиваете. Ну, потому что работа, дом, дом, работа, и чтобы быту не погрязнуть. Ну, в основе коронавируса, конечно, мы не выбираемся. Ну, если абстрагироваться от той ситуации, да. В основном, да, у нас совместные поездки в кино. Мы очень любим семейные в кафе, ну, и на природу. Очень удобно, целый ряд можно выкуркнуть. Ну, и походы по выходным дням, на прогулки в лесу, мы очень любим. Такой активный тоже отдых, да? Активный какой-то отдых тоже, да, бывает? Ну, если можно, прогулки в лесу, да, и пикник это активный отдых. Пикник это, так, 50-50. Слушайте, ну, я хочу все-таки продолжить тему с вашей профессией и задать такой вопрос. Ну, наверное, она все-таки помогает и дома, да? Очень помогает. Все-таки пятеро детей, да, не нужно лишний раз вызывать врача. Вот насколько это... Очень помогает вообще образование медицинское, очень помогает выращивание детей, так скажем, да, в уходе за ними. Очень помогает, да. Ну, то есть первую помощь какую-то, да, всегда можете оказать, помочь. Да, я очень рада, что я выбираю эту профессию. Определить, нужна ли дальше какая-то уже более серьезная помощь. Может быть, расскажите, как проходит обычный день в ваших семьях? Мы предыдущим гостям уже задавали этот вопрос. Ну, вот у них так, допустим, да, ну, у них 12 детей, у вас по 5, наверное, как-то попроще, да? У каждого, наверное, ну, тем не менее, есть свои обязанности в семье, у старших детей, которые живут до сих пор с родителями, да? Ну, вот как у вас происходит? То есть как у вас распланирован день с утра и до вечера? Ну, с утра, конечно, во-первых, все же на учебе и на работе, так скажем. Обед приготовлен заранее, который дети разогревают сами по приходу домой. Вот, они знают, во сколько, на какие кружки им пойти. Ну, конечно, это под контролем телефонным, так скажем. Вот. Слушайте, а как всех проконтролировать? Это же каждому надо не забыть самой позвонить. Да, но если я забываю или не могу в эту минуту по работе, то звонят они. Но в основном, конечно, дети самостоятельные. Они не нуждаются в постоянном контроле. Они воспитываются. Как-то это воспитывали в них, да, в ответственность? Да, у меня ответственность, я могу с уверенностью сказать. На какие кружки вы их отправили, или они сами пошли? Нет, выбирали сами. Выбирали сами. Мальчики любят старшие, занимались лёгкой атлетикой. Старший занимался тяжёлой атлетикой, старый футболом и лёгкой атлетикой. Ну, а девочка София, она получает музыкальное образование в школе. Вот она оканчивает пятый класс по цимбалам. И она поёт. Она поёт в вокальной студии Тори в группе. И она выступает, она занимает призовые и первые места в местных, так сказать. Радует маму, братьев и сестёр. Да, очень. Она выбрала сама. Наталья и с Владиславом. Как обстоят дела вот с расписанием домашним? То есть, всё ли делается по расписанию? Либо, ну, вы от этого уже отошли, так как старшие дети, ну, скажем так, уже не живут с вами, да? У вас всё проще, либо всё по-прежнему, ну, вот как-то так должно вовремя происходить? Расписание, конечно, есть. Тоже школа, садик. Ну, и мы всё-таки ещё пока дома. Да, тут попроще. Тут немного попроще контролировать процесс. Давайте тогда и вам вопрос. Как вы отдыхаете? Есть у вас какие-то семейные, не знаю, увлечения, традиции? Может быть, время на какое-то хобби остаётся? Или с таким количеством детей? Ну, каждое лето мы пытаемся выбраться на недельку. И выбираетесь, или только пытаетесь? Или получается? Ну, вот... А в последний год не получилось. Да, не получилось. А так ездим каждый год и там отдыхаем. Там стоянка туристическая. Да, и возле костра, в палатках. Девчонкам нравится очень, оздоравливается там. Ну, хобби. Строимся. Дом строим. Это наши хобби. Это тоже трудно назвать хобби. Наверное, необходимость, да, или это... Ну, как бы... Надо же, чтобы всё было по душе там. Строительство дома, это исключительно собственными силами? Или есть какая-то поддержка, помощь? Нет, есть, конечно, поддержка государства. Да, субсидии. Очень хорошая помощь была. Мы сейчас, грубо говоря, достроили практически. Там осталась только отделка и благоустройство. Ну, помощь, конечно, была. Помимо этого, может быть, ещё какая-то помощь, внимание? Ну, вот накануне Дня матери, может быть, приглашают в гости на торжественные какие-то приёмы. Вот мы видим, что орден матери, да, в конце концов, у вас, ну, насколько уделяет внимание, да, семье? Ну, как вам кажется. Нам его только вручили недавно совсем. Ещё не успели осознать, да? Ещё как бы. Ну, тогда по горячим следам, какие эмоции? Насколько приятно было его получить? Приятно, конечно. Даже, наверное, больше мужу, чем мне. Уже гордость. Да, чтобы дети гордились, чтобы внуки. Память, реликвия была семейная. Ну, а дети что сказали? Ну, вот старшие, которые сейчас в Минске живут. Ну, мама, ты героиня. Гордынь за мать. Ну, они обрадовались, конечно. Ну, во-первых, очень удивились, что как-то получилось это всё. И то, что это состоялось. Ну, была, конечно, вечеринка у нас. Семейная. Да, семейная, конечно. Ну, были удивлены очень и рады. Поделитесь самой большой мечтой, вот, ну, связанной с вашими детьми. Может быть, кем видите их в будущем? Ой. Ну, кем? Ну, вот Свету. Свету, Свету, кем видите? Глядя на неё сейчас. Главное, чтобы она была счастлива и здорова. Да. Чтобы все свои мечты реализовала. Я же не буду ей навязывать, что она там захочет. Чтобы реализовать, что-то подсказать, направить там, но выбраны. Самое главное, чтобы они получили какую-то профессию свою, и этой профессии радовались. Чтобы она приносила им какое-то удовлетворение. Чтобы шли на работу, как на праздник, можно так сказать. Ну, вот те профессии, которые выбрали ваши старшие дети, ну, вы рады за них? Да. Очень. Главное, что они сами рады. Да. Потому что они довольны. Ирина, она молодец. Сейчас она, ну, Наталья расскажет лучше. В БГУ она отучилась, потом в этой международной компании в Дулойте. Это аудиторская компания международная. Потом она перешла, сейчас на ЕПАМИ, она работает тоже аудитором. И где она? И они, наверное, в медицинском колледже учатся. Но она всегда любила. Она, да. У неё был выбор либо животных, но всё-таки остановилась на людях. Сказала, что... Но дома все были перебинтованы, и все ходили в зелёнки. Ну, конечно. Как это стало понятно, что это её... Ну, она с детства как-то мечтала о том, чтобы стать медиком? Или это мечта последних лет? Ну, она, я говорю, больше как-то вот по животному всё хотела. Потом уже решила, что всё-таки... Ну, в нынешней ситуации, наверное, актуальную профессию она выбрала. Актуальнее людей. Да, лечить. Екатерина Егоровна, у вас как с мечтами, да? Я по поводу них не мечтаю, можно так сказать. Я хочу, чтобы они реализовались в выбранной ими профессии. Вот. И чтобы оставались честными, хорошими людьми. Вот какими они являются и сейчас. Какие уже профессии у вас есть в семье? Старшие сыновья учатся на техниках механиков. Им это нравится, им нравится. А где хотели бы работать? Ну, старший сын будет доучиваться на инженера, потому что у него мечта была получить высшее образование. Он, конечно, инженерно, ему это нравится. Но младший пока только поступил. Ещё не знаем, будет ли он учиться дальше. Но пока он очень доволен, ему нравится. А когда вы все собираетесь вместе? Это какой день? Ну, это день матери, это Новый год, это... Рождество, Пасха, 8 марта, да. Мы очень любим праздники. Дети приезжают из других городов? Конечно, да. У вас такой день сбора всех и существует? Ну, когда вот... Когда все приезжают? Ну, там немножко сложновато. А Новый год? Новый год и Рождество всегда. Нет, Пасха тоже. Ну, на Пасху, да, бывает. Ну, стараемся как бы в каждый праздник, чтобы приехали и собрались. И к родителям, чтобы мы сходили. То есть собралась именно большая семья. Да, собираются все. Ну, еще раз поздравляем вас с Днем Матери. Пусть ваши дети всегда будут здоровы, радуют своих родителей, и чтобы ваши семьи, наверное, собирались как можно чаще. Пусть это будет не праздник, да, пусть просто они приезжают и радуют вас своим присутствием. Прямо сейчас в эфире вечернего Витебска рубрика «Афиша». После нее вас ждет еще музыкальный номер. Оставайтесь с нами. В художественном музее Витебска персональная выставка белорусского художника Ксеволода Швайбы «Внутренняя дворы». В экспозиции более 40 работ, которые были созданы в период с 2000 по 2001 годы. Персональная выставка российского художника Андрея Бодрова «Живая линия образа» проходит в художественном музее Витебска. Представлено более 70 графических работ разных лет. 15 октября начинается 35-й открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад». Мероприятия будут проходить три дня и завершаться в воскресенье. В пятницу в 16.00 в выставочном зале «Духовской круглик» поэтический турнир. 15 октября в концертном зале Витебск программа «Время листопада». В концерте выступят участники и гости фестиваля «Витебский листопад». Начало в 20 часов. Мы еще раз хотим поздравить всех мам с этим праздником. Пусть ваши дети приносят только вам радость, улыбки, пусть реализуют свои мечты, может быть, немножко где-то ваши. Ну, будьте счастливы в ваших семьях. Я присоединяюсь к поздравлениям. Нам остается только послушать музыкальный номер от музыкального коллектива, который называется «Автограф». Мы с вами прощаемся, увидимся на том же самом месте в то же самое время. Не скучного вам вечера. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Мама, 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 дарит тепло и улыбку детям. Мама, мама, радость и грусть я с тобой делю. Мама, я тебя люблю. Сколько ни смотри вокруг, но зимой и лето, Мама самый лучший друг, лучшей мамы нету. Пожелать хочу тебе и добра и света, пусть о маме, о маме, о маме, знает вся планета. Мама, 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 самое красивое слово на свете, мама, мама, дарит тепло и улыбку детям. Мама, мама, радость и грусть я с тобой делю. Мама, мама, я тебя люблю. Мама, 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 самое красивое слово на свете, мама, мама, дарит тепло и улыбку детям. Мама, 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 радость и грусть я с тобой делю, мама, мама, дарит тепло и улыбку детям. Мама, 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 я тебя люблю. Мама, мама, я тебя люблю. Мама, мама, я тебя люблю.